Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В Народном собрании Абхазии сформирован новый состав парламентской комиссии по сотрудничеству с Госдумой России. О ликвидации последствий стихии наиболее актуальные вопросы обсудили в администрации Гагарского района. Нелегальные трудовые мигранты, сбыт наркотиков, оперативная сводка МВД. Сформирован новый состав парламентской комиссии по сотрудничеству с Госдумой России. Перед тем, как уйти на каникулы, депутаты парламента на заседании сессии обновили состав постоянно действующей комиссии по сотрудничеству с Международным собранием Абхазии и Государственной думой Федерального собрания Российской Федерации, сообщает Абстный пресс. В составе комиссии от парламента Республики Абхазия Вопросы установки приборов в учет электроэнергии и повышения собираемости платежей обсудили на совещании у премьер-министра Александра Анкваба. Во встрече приняли участие вице-премьер-министр экономики Кристина Усган, генеральный директор РУП Черномор-Энерго Тимур Джинджоли, его первый заместитель Тенгиз Гирджинба. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина Республики Абхазия. Собрание общественности Гулрыбского района на тему противодействия проекту закона об апартаментах состоялось сегодня в Агудзере. В мероприятии приняли участие депутаты парламента и районного собрания, общественные и политические деятели, представители штаба по противодействию принятия закона о продаже апартаментов иностранцам. Подробности в ближайших эфирах телеканала. По инициативе Ассоциации реабилитологов в Минздраве обсудили возможность возобновления проекта системы поддерживающего кураторство фельдшерско-акушерских пунктов. Он реализовывался в рамках программы «Охрана здоровья матери и ребенка», сообщает пресс-служба Минздрава. На финансирование программы Минздрав выделил 2 миллиона рублей в год. Ее основной целью было укрепление профессиональных навыков, а также повышение осведомленности населения по вопросам материнства и детства. Если программа действительно будет необходима, как до пандемии коронавирусной инфекции, то Минздрав обсудит возможность включения ее финансирования в проект бюджета на будущий год, отметил министр. По встрече участвовали руководители Ассоциации инвассодействия Алхаз Тхагушев, уполномоченная по правам ребенка Мактина Джинджоли, менеджер по социальным программам Международной гуманитарной организации World Vision Рита Басари, а также члены инициативной группы по вопросам первичной медико-санитарной помощи Валерия Джинджоли. Совещание по вопросам ликвидации последствий стихии, обрушившееся на Гагрский район 9 июля 2023 года, провел глава района Юрий Хагуш. Подробнее об этом репортаж Гагр ТВ. Перед началом совещания глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш поблагодарил всех глав пострадавших населенных пунктов за оперативную и совместную работу в ликвидации последствий стихии. А также он заверил их в том, что помощь со стороны администрации района получат пострадавшие семьи. Выступая с докладом, заместитель главы администрации села Псахара Сейран Ичмелян отметил, что пострадавших в селе частных домовладений 122. 15 из них относятся к первой категории. Первая категория – это те люди, которые остались без крыши, живут у соседей или у родственников. Вторая категория – это затопило первые этажи, все мебель, оборудование, все, что люди имели, машины. Их 29. Ну, они живут по факту у себя дома на втором этаже какими-то общими усилиями. Там соседи помогли, что-то принесли, родственники помогли. Их 29. 77 семей является третьей категорией, которых затопило, то есть дом. Ну, они прибрались, убрались. Начальник Бзыбского поселкового хозяйства Давид Шамба рассказал, что подтопленными оказались 84 жилых дома. Семья Бене и вовсе осталась без крова. В поселке Бзыб пострадало 84 жилых дома. Из них критически один дом, в котором люди остались вообще без жилья, без крови. Ничего не осталось в доме, ни мебели, ни питовой техники. Самый единственный дом остался, жить невозможно в нем вообще. Одноэтажный дом? Одноэтажный дом. Бене, да? Бене, да. 22 дома, средний критический. У них первый этаж затопило, второй этаж остается, есть где жить, есть где находиться. Остальные у кого-то бытовая техника, у кого-то мебель, у кого-то ремонт в такой степени. В селе Аллахадзе пострадало 111 частных домовладений. Глава администрации села Аллахадзе Дауд Ажиба рассказал о работах, проводимых в селе. У нас по пострадавшим заявленных уже с комиссией, мы все обсудили, проверили, 111 человек у нас. Первый этаж затопило так, что ни мебели, ничего не осталось. Мы индивидуально со всеми разговаривали. И у нас по берегу защиты, вот с первого дня Александр Золотинскович прислал нам технику. Нам укрепили эту речку, которая возле Пацхи и Пилерской выходит, которая вот нашу улицу очень сильно затопила. Они там все работы выполнили, которые уже ему 15 лет просили, писали. Там просто, ну, большие работы нужны были. Все это они проделали, сделали. Единственное, вот у нас наша улица, Львович, 30 дворов, у нас всех там затопило, буквально всех. Машины там, дома, не знаю, но там такая ситуация. Всю жизнь был асфальт, а сегодня его нету. И люди говорят, мы даже за свои дома там заявления писать не будем ничего, лишь бы нам сделали асфальт. Остальное, говорит, мы все сами сделали. В селе Лдза от стихии пострадало около 300 семей. Две семьи, Наумкина и Жиба, остались без крова. Хочется отметить, что с первого дня, когда произошла стихия, около 300 домов было затоплено, пострадало. На сегодняшний день комиссия, которая была, и наша, и, как говорится, совместная с вами, 92 двора, которые сегодня нуждаются в помощи. Многие отказались от помощи, сказали, мы сами помогите, кому нужно. Более острый вопрос стоит на две семьи у нас, это Наумкины и Жиба. Жиба это Васичко. Да, это мы отдельно, да, отрубили. Да, сель спустилась и повредила дом. То же самое на Умкины, такой домик стоял ветхий, ну, его сносило. Была отрезана улица Речная у нас, мост был сорван, семей где-то, около 15 были отрезаны от, так говорится, от внешнего мира. На четвертый день был восстановлен мост, отдыхающие переехали, кто желал, уехали. На пятый день Черномор Энерго завезли свою технику. Пять низких обор, 11 высоких, около 600 метров был заменен кабель высоковольтный. И последний район, который получил свет, это был пятый день, это была улица Речная в конце водка. В городе Гагра в результате ливневых дождей подтопленными оказались 125 домовладений. По городу Гагра также у нас работала комиссия. По результатам работы комиссии 125 дворов было посещено. Из 125, 95 домов выделено как наиболее пострадавшие. Из них, из 95, из 95 к городу Гагра относящиеся, на улице Лакарба, Первый тупик, город Гагра, барачный дом с океан Рита, он и без наводнения был практически в аварийном состоянии. Нет, финские дома барачного типа. И особо пострадала эта семья сейчас находится на съемной квартире. А все остальные разные степени ущерба, безусловно. Но и вот эти 95 семей являются относящиеся к категории номер 2. Это те, у которых затоплены первые этажи, и в большом количестве пострадала мебель и техника. Наиболее пострадавшие улицы – это улица Лакарба, Баграта-Шинкуба и Адыга. И под Эмирджепа четыре домовладения наиболее пострадавшие. Выслушав выступающих, глава района Юрий Хагуш дал распоряжение в самое ближайшее время начать выплаты пострадавшим. Спасибо большое. Мы в течение двух-трех недель должны решить эти все вопросы. Принять заявления в банки, счета, как это все нужно сделать, вам виднее. Завтра мы уже первое распоряжение. Все, Харна Владимировна, начинаем. В ликвидации стихии администрации Гагарского района оказали помощь многие предприниматели. Юрий Хагуш выразил в их адрес слова благодарности. Имена небезразличных граждан, вставших рядом со своим народом в беде, будут озвучены в ближайших выпусках новостей. В этот день, семь лет назад, не стало Фазилия Искандера. Писатель скончался 31 июля 2016 года на своей даче в подмосковном Переделкино. Первая книга стихов Искандера «Горные тропы» вышла в Сухоми в 1957. В конце 1950-х годов начал печататься в журнале «Юность». Известность к писателю пришла в 1966 году после публикации повести «Созвездие Козлатура». Главная книга Искандера написана в своеобразном жанре – роман эпопея Сандро из Чигема. Сюжет многих его сочинений разворачивается в селе Чигем, в котором автор провел значительную часть своего детства. В 1979 году участвовал в создании неподцензурного альманаха «Метрополь». Главная книга Искандера «Горные тропы» Главная книга Искандера «Горные тропы» Главная книга Искандера Зиг, лакуший збот. Аха, шараши бсетоп, сэс бсетоп, апсны, апсетоп. Ужир нахзге. Ахазад, хайбабалат и шысукса, жиракзацар, сэзюр, шзапшалап. Зиот, ажулар, шугу кашмышин, агирых зиг, ибзехон. Сегодня на канале Абаза ТВ художественные документальные фильмы и другие передачи, связанные с творчеством Фазили Искандера. 64 года исполнилось со дня рождения ветеран Отечественной войны народа Абхазии. Герой Абхазии Алхазура Сулейманова. Он был в числе первых добровольцев, которые выехали из Чечни 19 августа 1992 года. Алхазур Сулейманов участвовал во многих операциях в Нижней Шерии, Гагре, в Мартовской операции, в освобождении населенных пунктов Каманш, Ромы и Ахбюк. Главнокомандующий Абхазской армии Владислав Ардинба впоследствии скажет, в этой священной борьбе мы опирались на братскую помощь народов Северного Кавказа, Юга России, всех честных людей мира. У Алхазура была мирная профессия. Более того, он занимал должность замдиректора Грузинского телевидения. Но, решив поехать на войну в Абхазию, всегда помнил наказ своей матери о том, как вести себя на поле боя. То, что она попросила меня, чтобы, как у нас, на Кавказе, чтобы пуля не в спине была, и никогда я тебя не прошу себя беречь. Она четко мне сказала, смотри себя, не береги. Потом Валера Мариамян, а пусть он спросит, почему он, я сказала, не беречь. Потому что, если его друга в беде ранит, то это лежать будет. Я же должен думать о своей жизни и уйти, но я же его должен бросить. Пусть умрет, но своего, короче, раненого друга пусть спасает. А если она будет помнить мой наказ, береги себя, то ему надо будет слушаться меня и опозориться перед друзьями и бросить их. Передача «Биографический салон» с участием героя Абхазии Алхазура Сулейманова смотрите после новостей. Внимание, благотворительная акция. В преддверии 30-летия победы в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов Сообщество водителей трансфера Республики совместно с водителями и компаниями такси открывает сбор средств на благотворительность. Собранные средства пойдут в помощь инвалидам Отечественной войны. Акция будет проходить с 1 августа по 21 сентября. С 15 по 25 сентября совместно с районными отделениями фонда инвалидов Отечественной войны будут сформированы списки для выдачи собранных средств. Сбор средств на карту Тинькофф, номер которой вы видите на экране. УВД по городу Сухом выполняет поставленные задачи по обеспечению стабильности и правопорядков столицы предупреждению правонарушений и защите граждан. С 1 июня по сентябрь согласно плану дислокации сил и средств сотрудники столичной милиции работают в усиленном режиме. С началом летнего курортного сезона в целях обеспечения правопорядка и безопасности столичная милиция усилила проведение комплексных оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение преступлений. В отношении граждан, пребывающих на отдых в Абхазию, следует отметить, что личный состав Управления внутренних дел по городу Сухом был переведен на усиленный режим работы 50 на 50. С 1 июня реализуется разработанный план дислокации сил и средств, по которому ежесуточно проводятся все мероприятия по обеспечению правопорядка. Согласно плану дислокации, центр города и периметр столичной набережной, пляжные зоны до санатория МВО, территория Синопа, район Келосур и Маяка патрулируются как пешими патрулями, так и автопатрульными группами. Ежедневно для обеспечения правопорядка с целью предупреждения и пресечения преступлений выезжают экипажи отдела госавтоинспекции столичного УВД, сотрудники отдела уголовного розыска. В целях профилактики и недопущения правонарушений на местах за порядком следят участковые и полномоченные милиции. Особое внимание правоохранители уделяют обеспечению дорожной безопасности. Самое оживленное движение днем у центрального сухомского рынка. И здесь сотрудники милиции регулируют транспортное направление и перемещение пешеходов, следят за соблюдением правил парковки автотранспорта. Ежесуточно на вечерний рейд выезжают патрульные экипажи, которые курсируют по улицам столицы и следят за порядком. Управление внутренних дел по городу Сухом готово выполнять поставленные задачи по обеспечению стабильности и правопорядка. В столице предупреждение правонарушений и защите граждан. Дежурная часть столичной милиции всегда готова принять любое обращение и моментально отреагировать. Для граждан работают горячие линии. МВД и ГМС провели совместный рейд по выявлению нелегальных трудовых мигрантов. В результате рейда выявлено и проверено 107 человек. Из них с разрешительными документами 49, на стадии оформления 23 человека. Вновь прибывших 28 человек и составлено 7 протоколов по части 1 ст. 172. Управление общественной безопасности МВД совместно с отделом участковых уполномоченных УВД по городу Сухом и при участии государственной миграционной службы провели рейдовое профилактическое мероприятие по выявлению нелегальных трудовых мигрантов. Работу по пресечению деятельности нелегалов правоохранители провели на территории бывших санаториев МВО и ПВО в столице, где идут масштабные строительные работы с привлечением иностранной рабочей силы. Проверка проведена в рамках усиления контроля за миграционным процессом и соблюдением законов в этой сфере. Об этом неделе ранее говорили в ходе совещаний министр внутренних дел Роберт Кьют и руководитель государственной миграционной службы Рамин Габлая. Управлением общественной безопасности Министерства внутренних дел Республики Абхазия по поручению министра внутренних дел Республики Абхазия регулярно, ежемесячно в Республике Абхазия проводятся проверки лиц, незаконно пребывающих на территорию Республики Абхазия и нарушающие правила въезда, не имеющих паспортов, удостоверяющих лично, а также не имеющих регистрации. У многих мы выявляем нарушение паспортного режима, а также то, что у них нет виз при себе. На сегодняшний день у нас представлены документы лицами прибывшими из стран СНГ, это серокопии паспортов и 30 виз. Начальник отдела участковых уполномоченных милиции подразделений по делам несовершеннолетних Управления общественной безопасности Министерства внутренних дел подполковник милиции Алиня Худякова отмечает, что проверки МВД и ГМС преимущественно осуществляют вне плана для получения наиболее объективных данных по правонарушениям. За годы такого контроля сформировалась определенная статистика пребывания трудовых мигрантов, согласно которой география, пребывающая в Абхазии на страны рабочей силы, значительно расширилась. Помимо граждан, прибывших из стран СНГ, на сегодняшний день работают и граждане, прибывшие из дальнего зарубежья. У них также мы проверяем документы, удостоверяющие личность, визы и визы с регистрацией, потому что многие из них вовремя не делают соответствующие нормативные документы, и поэтому были ранее оштрафованы. На сегодняшний день многие предоставляют уже документы, и поэтому мы выявляем лиц, которые не имеют при себе каких-либо документов. По результатам такой проверки составляется акт, и если были выявлены нарушения, составляется протокол об административном правонарушении или возбуждении дела об административном правонарушении. Рейдовые мероприятия по выявлению трудовых нелегалов будут продолжены далее по всей республике. Сбыт наркотического средства в крупном размере вменяется жителю Сухума, сообщает пресс-служба МВД. Последний был задержан сотрудниками УКОН МВД в результате проведенных оперативных мероприятий. Сбыт наркотического средства в крупном размере вменяется жителю города Сухум Зонтария Беслану Важевичу 1967 года рождения. Последний был задержан сотрудниками УКОН МВД в результате проведенных оперативных мероприятий. При личном досмотре у гражданина Зонтария зьяцверта, как впоследствии установлены экспертами, содержащие наркотическое средство, метадон, а также сотовый телефон iPhone 11 с фотографиями геолокаций так называемых мест, тайных закладок. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий с участием самого задержанного по улице Татарской в городе Сухум, под железным контейнером был обнаружен и изъят сверток с наркотическим средством метадон, что установлено в результате исследований в эксперт на криминалитическом центре Министерства внутренних дел. По признакам состава преступления, предусмотренного пунктом В части 2 статьи 224 УК Республики в отношении Беслана Зонтария, возбуждено уголовное дело. Расследование проводит Следственный отдел Управления внутренних дел по городу Сухум. В путевом хозяйстве Абхазской железной дороги ведутся ремонтные работы, сообщает пресс-служба ОЖД. На 2072-м километре на 80% завершен капитальный ремонт подпорной стены, которая была повреждена стихией. Практически завершена расчистка искусственных сооружений, а также водоотводных канав от грязи, илой и камней. Установлены шлагбаумы на четырех переездах в Гагарском и Гудаутском районах. По договоренности с РЖД в Абхазию приехали специалисты, которые оценивают техническое состояние мостов на РЖД пути Сухума-Чемчира. Подразделения РЖД провели ремонт контактной сети на участке Псоу-Гагра. Вторым этапом будет произведен ремонт сети Гагра-Сухум. Студенты 2-го и 3-го курсов направления туризма Абхазского государственного университета проходят производственную практику на курорте Красная Поляна. Практиканты назначены на различные должности администратора, телефонного оператора, консьержа и получат практические навыки в структурном подразделении службы приема и размещения. Практика проходит под руководством кандидата экономических наук, доцента кафедры географии Кристины Лакербай, преподавателя кафедры географии Алины Заранди. Анонс культурных событий. Сегодня открылся Первый Пицунский международный музыкальный фестиваль. Художественный руководитель фестиваля, студент Московской государственной консерватории имени Чайковского Парас Кужба. Концерты будут проводиться в концертном зале Пицунского храма. У посетителей будет уникальная возможность послушать артистов из России, Турции, Канады, Армении, США и Абхазии. Отмечают организаторов фестиваля. В этом году все собранные средства будут направлены на благотворительность. Большая часть средств будет использована для приобретения нового концертного рояля для государственного концертного зала Пицунского храма. Завершится фестиваль 4 августа. Дороги, ведущие к морю. Концерт под таким названием состоится 8 августа в Абхазской государственной филармонии. В нем примут участие оперные певцы Наана Черкезия, Кристина Эшба, Альдона Цко, а группа Анатель. В сентябре в Абхазии состоятся гастроли Санкт-Петербургского театра «Мастерская». В гастрольной афише 5 спектаклей. 6 сентября на сцене Росдрама один из самых известных спектаклей театра Ромео Джульетта Шекспира в постановке художественного руководителя театра Григория Козлова. Масштабный гастрольный выезд театра «Мастерская» стал возможен благодаря программе «Большие гастроли», реализуемой Росконцертом по поручению Министерства культуры России. С абхазской стороны гастроли поддержаны Министерством культуры и Государственным русским театром драмы имени Фазели Искандера. К спортивным новостям. Нестор Цужба стал абсолютным чемпионом в одиночном и парном разрядах престижного международного турнира Химки Kids Open, сообщает Госкомспорт Республики Абхазия. Турнир фактически считается открытым чемпионатом России среди детей 9 и 10 лет и ежегодно собирает сильнейших теннисистов, отметила абхазский тренер Элизабет Акуция. Нестор тренируется в Академии Александра Островского под руководством Александра Мальцева. Он воспитанник директора Республиканской теннисной школы имени Арзамета Тарба, мастера спорта Абхазии по теннису Элизабет Акуция. В завершении выпуска прогноз погоды. 1 августа в Абхазии ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер слабо умеренный 1,6 метров в секунду. Температура воздуха ночью 17,22. Днем 26,31. Температура морской воды плюс 25. Относительная влажность воздуха 60-90%. На этом пока все за развитием событий. Следите вместе с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...